Главным событием недели стал визит в Якутию Юрия Трутнева. Полпредпрезидента на Дальнем Востоке с рабочей поездкой посетил Нерингри и Якутск. На юге говорили об угледобывающей отрасли и развитии территории, опережающего развитие. Столицы же обсуждали социально-экономическое развитие республики и планы компании «Алроса». Эти промышленные проекты остаются локомотивами в поддержке социальной сферы Якутии и становятся основным направлением в новом этапе развития всего Дальнего Востока. Приведу пример. Один только колмар даст порядка трех тысяч новых рабочих мест. Опираясь на эти данные, Егор Борисов выразил уверенность в том, что напряженность в занятости населения в Нерингринском районе будет снята. Сарглана Захарова о дальневосточных перспективах Якутии. Территорию опережающего развития Южной Якутии создали в прошлом году. Сегодня в него входят пять резидентов, в том числе это основные горнообогатительные комбинаты и Наглинский, и Денисовский. Здесь, на Денисовском комбинате, сегодня создают горнообогатительный комплекс по табычке коксующегося угля и высококачественного концентрата кокса и нефтепродуктов. Сегодня все объекты строит частный партнер угольная компания «Колмар». Ее генеральный директор Сергей Цивилев во время осмотра производства с Юрием Трудневым и Егором Борисовым для сравнения привел в пример строительство угольных разрезов в советское время. Как он сказал, тогда их строили всем Союзом. Рядом Япут уголь с 9-миллионной фабрикой, на такие же Союзные. Строил весь Советский Союз. Шахта Распадская, меньше по размеру, строил весь Советский Союз. Мы строим один сами, в кризис. Вот это 6-миллионная, там 12-миллионная, 5-миллионная. Об успешности реализации проектов ТОРОВ можно судить по соотношению вложенных государственных средств к частным инвестициям. На сегодня эти показатели в Южной Якутии, как отметил Полпред, лучшие на Дальнем Востоке. Один бюджетный рубль приходит более 50 рублей частных инвестиций. Но таких фактических показателей больше, честно говоря, нет. В общей сложности ожидаемый объем частных инвестиций составляет более 29 миллиардов рублей. Из них в ГОК и Нагринские партнеры планируют вложить 11 миллиардов рублей. Денисовский тоже ожидает немалые суммы инвестиций. Частные инвестиции здесь составляют более 7 миллиардов рублей. По подсчету управляющей компании «Колмар» в общей сложности до 2025 года объем доходов в бюджет республики должен составить более 28 миллиардов рублей. По плану на проектные мощности основные горно-обогатительные комбинаты должны выйти уже в следующем году. Денисовский в марте и Нагринский к концу года. Практически к концу 2018 года два ГОКа, ГОК Денисовский и ГОКа Нагринский, совокупно будут давать порядка 12-16 миллионов тонн концентратов в год. На совещании, посвященном теме развития Южной Якутии, не обошли стороной и социальный аспект вопроса. Создание тора в Нерингринском районе дало людям надежду на будущее. Если до прихода «Колмара» закрывались целые производства, а люди уезжали, то сегодня картина полностью изменилась. Мы считаем, что нерингринская проблема, районная и городская, она сегодня с точки зрения занятости населения, разбития будущей уверенности в будущем, у людей уже определенные понятия появились. Говоря о трудоустройстве, то, как рассказал руководитель компании Сергей Цивилев, за три года помимо существующих рабочих мест должны открыть еще порядка трех тысяч. Приоритетом в этом вопросе станет трудоустройство местных жителей и молодых специалистов. Работать в шахте вахтовым способом невозможно. В шахте могут работать только люди, которые живут здесь, где здесь их семьи, где дети, жены. Поэтому основной наш упор именно на местные кадры, на программу переподготовки, обучения, стимулирования, создания современных рабочих мест, подчеркиваю, потому что молодежь не хочет работать на старых комплексах. Молодежи нужны современные комплексы, молодежи нужны перспективы развития компании. Работа полпреда на следующий день продолжилась уже в столице республики. Здесь он провел ряд совещаний, в том числе и по теме социально-экономического развития Якутии. На нем он сказал, что к 2025 году социальное развитие дальневосточных регионов должно превысить среднероссийский уровень. Об этом ранее говорил еще президент страны Владимир Путин. Приоритетом должно стать развитие социальной сферы. В настоящее время большое внимание уделяет новым проектам, предоставляя им преференции и административные льготы, в том числе и созданием инфраструктуры. Но сейчас начинается новый этап развития Дальнего Востока. С точки зрения строительства жилья в крупных центрах развития, с точки зрения самых неотложных нужд для того, чтобы люди могли работать на новых предприятиях, придется подумать о строительстве школ, больниц, средства на это, мы тоже надеемся, уже в бюджете 2018 года будут предоставлены. Вот это одно большое направление, и нам сейчас надо приоритизировать эту работу. Также он добавил, что еще одной задачей стоит приоритизация госпрограмм на Дальнем Востоке. Таким образом, показатели регионов в сферах здравоохранения, образования, культуры, спорта должны отличаться от остальной части страны только в лучшую сторону. Что касается компании «Алроса», то здесь полпред отметил, что от ее деятельности зависит развитие как республики, так и России в целом. Помимо этого, на совещании также затронули тему и поддержки алмазогранильной отрасли, в частности, возможность освободить предприятие от налогов на добавленную стоимость при покупке сырья. Нам надо, чтобы максимальное количество прибавочной стоимости от добычи алмазов оставалось на территории Российской Федерации, на территории Якутии и других субъектов Дальнего Востока, вообще России. В целом, нам надо поддерживать и ограничную отрасль, нам надо думать и о возрождении ювелирной отрасли. Для этого нужна система мер. В целом, по итогам двух дней работы в Якутии, полпред остался доволен развитием региона. Это касается и реализации проектов территории, опережающего развитие и социально-экономического направления республики. Также он добавил, что необходимая работа по улучшению качества жизни на Дальнем Востоке будет продолжена.